Сегодня во Франции седьмой день национальной мобилизации против пенсионной реформы. Сотни тысяч французов вышли на улицы, чтобы заставить правительство отказаться от идеи повышения пенсионного возраста. Наш корреспондент сейчас находится на месте событий. Алия, приветствую. Расскажи, чего ждут от сегодняшней мобилизации? Добрый вечер, Батагос. Сегодня ждут как раз-таки повышенной явки на уличные акции протеста. Дело в том, что выходной день является более благоприятным для таких мероприятий, поскольку забастовщикам не нужно прогуливать работу, и для них это не так бьет по карману. Посмотрите, сколько людей за моей спиной. Буквально час назад эта улица была пуста. Кортеж растянулся, я думаю, не меньше, чем на километр. В профсоюзе ожидают сегодня участие как минимум миллиона человек, а буквально несколько дней назад Франция видела мобилизацию исторических масштабов, крупнейшую за последние десятилетия. По разным оценкам в ней приняло участие от полутора миллиона до трех с половиной миллионов человек. Мотивации забастовщикам добавляет и тот факт, что Сенат два дня назад проголосовал за принятие той самой спорной статьи закона, которая увеличивает пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Сегодня в парижских аэропортах отменено 20% рейсов, отменена часть поездов, практически полностью остановлена отгрузка топлива с нефтеперерабатывающих заводов и снижено производство электроэнергии. До начала прямого эфира мы поговорили с некоторыми участниками акции протеста, и я предлагаю послушать, что они рассказывают. Мобилизация будет все сильнее и сильнее. Будут акции разного характера. Поскольку французский народ не хочет этой реформы, его действия будут все радикальнее. Мы протестуем мирно, но уже начинаются какие-то такие моменты, и я думаю, что их будет все больше. Мы очень хорошо знали, что голосование в Сенате пройдет так, но это не Сенату решать. Решать будет народ, население настроено решительно. Голосует Сенат за или против, это не повлияет на ситуацию. Работающие люди настроены решительно, и мы пойдем до конца. Профсоюзы уже объявили следующий день национальной мобилизации. 15 марта снова будут массовые забастовки и многотысячные акции протеста. Полное ощущение того, что социальный кризис во Франции все еще набирает свою силу, а значит, по-видимому, все-таки далек от завершения. Спасибо, Алия, держите нас в курсе. Я напомню, на прямой связи со студией из Франции, из Парижа была моя коллега Алия Сыздыкова.